Любосная Церква Божия, переполненное сердце моё радостью, что мы собрались с вами в самом левшем месте Земли. Неколи пророк Исаия за 700 приблизного года до наражения Иисуса Христа сказал такие великие слова, приведу их на святую гору мою и узраду их у доме молитвой. И великая, чудовная учим мы с вами сегодня простенькие, звычайные. Кто мы такие? У целом сусвете сотворено нашим Господом. И небо, и земля. Мы меньше, может, за какую-то пылинку этого творения, меньше, может, за кропельку воды, але, помилоте Божией, мы с вами каждый из нас в розуме нашему, в нашей святомости умещаем весь этот свет, своих родных, близких, своих братов, сестер. И, бачите, сегодня у нашем сердце есть место для спочувания, для ходайництва, для просьбы за таких же, как мы, братов, кого Бог обрал, для вечного життя, але часом для него приходится платить вельми великую и дорогую цену. Якоб трошку, ну, сказать, кто перед вами, тут сказали, что я письменник, конечно, самое главное, что я ваш брат у Христе, что я люблю Бога, что я люблю молиться с Божьим народом, много езжу по нашей любой Беларуси, видите, и просьбише мое, Бруй, Владимир Бруй, я за этим просьбишем, коли не коли мил проблемы, але я вам скажу, что я вельми ганарусь, что я нашу это просьбище, я вам вершик нагадаю простенький, Бруїтса речка миш кустами, тето брулит по-русску, ну, нечто такое прыгожее, правда, доволі чистая, светлая, где можно помыться, где можно вуду закинуть добрую рыбу, вытягнуть, вот мне приемно, что мои дяды, які простыми селянами не жили на этой земле, бо были и Бруєвичи, шляхта белорусская, были и Бруєвские, шляхта польская, ну, я таки просто вот унук деда селянина, и мне вельми радостно, что я все-таки перш за все на свой взрос, при всем тем, что это май, может, что-то трошку жити досягнул, перш за все обовязанный Господу. Сорок восемь годов моего життя пройшли, вы видите, не хапая таких культурных слов, как бы сказать, на что они были потрачены. Ну, это было даремное, и я зайшел в такий тупик, я коротенько скажу, что я закончил наш Минский м'яз, сегодня так звучит она роль, лингвистичный университет, перокладчинский факультет, мы тогда были такой особливой элитой, не только в нашем вузе, все студенты, было там нас, там каких-то 10-15 человек английской мовы, какие-то трошки, меньше там немецкой, испанской, там и французской, и я думал, что такие неврогодные горизонты раскрываются передо мной уже эти поездки по замеже, там встречи с цикавыми людьми, или все это, по милоте Божией подкреслю, закончилось простенькою везкою под назвой Корцевичей. Ось я туда приехал, знаете, як у Мастака, який такий, Таллинт вилизарный, Майя, я его подводят, скажут, вот тут бачишь, кахозная ферма, ты эти мольберты свои там, усе эти, покинь, это, бачишь, квач, ведро вапны, вот и машетую стяну. Ну, так, киев, образ письменницкий, и все это тягнулось, и до той поры, дочка моя уже, старейшая закончила школу, меньшая, которая уже сбирается, заканчивается, ну, нема никакого сенса, вот просто некая полная бессознанность, у меня только было в голове, побегать с детьми в спортзале, и сходить в лазню. Я как у понеделка начинался ранницей, первое, про что я думал, ой, школа, снова на работу, да такую не люблю, и такую мне, видите, ну, может, кому и добро быть наставником, наставницей, почему же не хорошая самая работа, ну, я ее не любил, это было не мое, и я пришел 95-й год, приблизно вот эта пора, дочка моя меньшая, я думаю, уже некая свобода, уже нечто такое, меняется, уже тиреско, я давал займаться ею серьезно французской мовою, мы же выиграли там районные олимпиады, областные, республиканскую, а по дорозе еще там, где можно было и русскую, и белорусскую мову, не только французскую, и урештая стала моя дочка первой в истории Минского дня за девчинкой, которую приняли на перекладческий факультет, в ранее брали только хлопчиков, особо у мужчинского пола, и первой в истории дня за девчинку, которую приняли без экзаменов, ну, уже было, как бы перевести дух, расправить плечи, задрать нос, я уже нечего досягнул, и тут было, так оно и было, может, больше-меньше, так по-житейски, но на третьем курсе, как лепшую студентку университета, дочку посылают в Бельгию, в школу перокладчиков европейскую, в музею по визу в Москву, и там снова та самая, нефарбованная стена, нема визы, и я был настолько прибитый, что я в першине уже все почувствовал, что у меня есть сердце, я что-то там не осунулся, там на ступеньке этой амбассады, и ведать, я думаю, что делать, какое уротование, это ж просто, и такая несправедливость, и все, я-то в институте в свой час мог, там про Брежнева, анекдот рассказать его голосом, ну тут же разумело, что такое не даровалось, ну думаете, тяжело не очень внимательно, ну где який паратунок, куда свертаться, что шукать, может, есть який-то Бог, человеку 48 годов, який лечил к себе самым разумным, тут на сотни, на десятки километров, навокал, и бачите, думаю, православная церква, там нечто, я бывал, наш нефильский костел, наипригажейший в Беларуси, может, в Минске такого нема, ведаете, зайдешь там, все налеплено, размалевано, все пригожо, а лишь с чем зайдешь, с тем и выйдешь, ну музей и побыл, и годят, и вы видите, потом, я думаю, я как бы тюк в голову, есть же некие баптисты, и тут же вспоминается, где-то в классе шостым, доставница истории пришла, и такое, видите, пробачьте, такое антенатхнение, она напала, и она говорит, дети, я вам одну речь важную, повинна сказать, вы видите, что вот, мы живем, все как люди, тут коммунизм будуем, те что-то там, а есть еще вот такие баптисты, и такие вот, ну, как чайные сподочки, значит, изробилися, и это самое, яны там детей не пускают, учиться не дают, об голову, и в молитвах бьются, это таки жар, а ли еще, и уже тут вот, я уже, пробачьте меня письменника, уже не как блюдцы, а уже, а как улазневые тасики, а ли есть еще и пятидесятники, и на этой жахливой самой ноте, она уже спынилась, уже мову ей, и отняла, ну, я так приблизно и думал, а потом бачу, это я баптисты, по многу детей, у меня двое, у меня век до зарплаты гроши не капало, ну, просто неведомо, как и что, а у них, не ходят, ни жабруют, ни с протянутой рукой, поводят себя нормально, все и так далее, я думаю, ну, треба может зайти в этот дом, заходжу, заходжу, видите, в неделю, сел, ничего не чую, ничего не разумею, а уже подкреслю, уже в этот раз, я же таким себе личил разумным, сижу, думаю, только кто не пришел, и пальцем не тнул, а ты что тут сядешься, вот этих баптистов, вот страх этот закончился, служение закончилось, выхожу, передо мной надпись, иди, и впредь, не греши, и снова так легенько, нечто, кольнуло у сердца, выхожу на порог, этой насильской, нашей церкви, может не были до пабутия, приемная, пригожая на сегодняшний день, перебудованная церква, и, видите, такая невероятная некая легкость, некое светло передо мною, один я тут, как бы под этим небом, и голос, усе будет добро, аллилуйя, и так, и так, это оно мне грануло, я думаю, ну я еще буду, побуду, в наступную неделю, пожалуй, некий магнит, как бы, у сердца утворился, почало оттягнуться, и вот, уже раз пару, три дня, помните, городы польские, было такое, новое место, старое место, старое место, там по-польскому, и вот я выхожу с центра города, там эта верониса этих самых прыгожих таких озеров, такая Швейцария, ведаете, Слуцкая брама такая историчная, и вот я перехожу в этот мост, и тут передо мною твары людей, моих знакомых, там таких розных, и просто пальцами хочет мне ткнуть в огонь, куда ты идешь, что ты там забыл, я к тебе не сором на, ведете, я уже мать готовую спицу, нехто уже за меня переставляет ноги, я роблю некий крок, и все разваливается, все распадается, и после речечки, сажалки, куда дорога, вверх, я хотел бы тут, как вы званули увагу на эти образы, иду я вверх, ну, треба же некое намагание, правда, вниз можно и скатиться, а вверх треба же все-таки некое намагание прикласти, и вот я иду, первый поворот налево, ничего никому не хочу тут, такого, ну, я, кстати, акцентовать, але налево, православный храм, чутьяще вверх, родильный дом, чутьяще далее, и снова налево, школа, направо, переходим дорогу, заважьте, направо, хлебозавод, вот, иди же у постей, у дом молитвы, что эти, и пах, это неврагодное, и далей, уже вниз, уже, уже, но улегка, уже вниз, справа, больница, барбарселя карня, слева, молитвовный дом, а за плотом молитвовного дома, могилки городские, ось вам, и все житие, одним проходим, ну, может, километр, все житие, и гэты молитвовный дом, это опошня кропка, и он становится мне, и местом, где я народился, это я лежу, как я покаюся, полное отшумно роджение, разумеете, где я одной же зашел, болела спина неврагодна, и я, вот, переставляюшую ногу на свое место, думаю, как же тут, не скилился на колени, почалась огульная такая молитва, и, видите, одна из найпригажейших, таких вот, зява у всего моего життя, вокруг меня, таки шолох, я отшел себе некую, с божиною, там, типшеничную некую, рослинкою, голос таки важкий, и тут некто появляется, и починает сбирать это все у сноп, туго так, связывая, и поднимая над землей, я вот просто отшел себе физично, метр-полтора над землей, слава Господу, молитва заканчивается, я устаю, ни спины, ни боли, это неврагодная история, вот я говорю, что там и дом родильный, там и хлебозавод, таки могутно працуя, ну, тыдя не хапая, подмацеваться, поселковаться, разумеется, ну, и жмать чего-то іншого, это, саправды, лепший дом на земле, и не одной, че Бог радовал мне, и розными оцелениями, и розными прородствами, и так далее, я только хотел, так, пачасе, даруйся, пачасе, я бачу, что вы слухаете, так я за вас пошну говорить, мой сябр в письменни казал, вы не хвалюйтесь, я говорить буду коротко, али долго, так я вот боюсь, я как бы так не отрымался, знаете, вот, я хотел бы просто сказать, что это свечи не мое, что я говорю, мне вельми, такие слова запомните, что мы отрымаем силу, что будем святками до самого края земли, а я вам хочу сказать, что побыл я, то, что я так без конца марил, об подорожах, об этих цикавых, экзотичных краинах, я помню, маленький было мне годиков шесть, и моя двоюродная сестра, она была такая офицерская дама, такая дукованная, там мной любила заниматься, я тут страшно не любил, что она мне все выховываясь, шемить меня, али она мне, помню, свой час подарила, словнишек англо-русский, чему-то так, рука божия на перед поглядела, и она мне однозначно скажет, Вова, а ты ведаешь, есть таки город Венеции, такая каска, таки цуд, там немовулись, там люди плавают на лодках, спевают песни, ну, каска, и что вы думаете, я вот сегодня вспоминаю, нормальное дитя, что бы оно подумало, вот бы мне там побить, правда, а я был трошку ненормальный, я стоял так и думаю, а я там николи не побуду, вы видите, шмачок в моем жизни было абсолютно немогчимым, недосягальным, и все стало немогчимым, я объехал свет от Японии, до Ирландии, от Норвегии, 4 года я прожил в Сирии, 2 года в Гвинее, там у Африцы, и вот сегодня думаю, господи, люди вот рассказывают, як там переследуют, як там здекуются, якие страшные гонения, я, пробачьте, ну, як просто, як в масле там катал, все так было, ну, кожному я ведаю свое, надо мной там и кули летали, у этой Гвинее военный переворот был там над головою просто, а ли отчувал я себе обороненным, разумеете, я не так, ну, страх был таки, ну, невеличкий таки, ось, и вот, помилоте Божьей, я бы хотел сказать, что сбылись, не только вот так сбылись у неких, там, досягальному, а просто неверогоднейшим чином сбылось, то же, про что и не мара, у теплоту и Венецию, теплоту и Японию, Японию был, як малый, читал эти всякие творы, это мы, и батьками, сыном Дюма, и, разумеем, английская литература, и побыл там в Лондоне, и десять раз у муси, был в Париже, и видите, что, я для чего-то думаю, ну, как Бог засвечу, как я засвечу, это мне какая милота Божия, вот, и кем их батькам, ну, сынок, ну, поедь, ну, али, бывает, правда, у нас, уже эти так, папа, хочу мороженого, нет, сынок, не можно, горло будет валить, ой, дякую тебе, папа, як ты меня любишь, як ты меня плакочишься, вы поверили в эту каску? Сад, вернусь, надув нос, ой, это, тебе там, шкода мне там, ну, и так далее, там, суседа можа мороженым там кормят по три разы на день, ну, и так далее, я хочу сказать, перш за все, это треба за все быть удячным Господу, за все выпробования, все, али, сбирать, в этой, як бы сказать, у золты, в этой горшочек, сбирать эти монетки, якие Бог кладе нам у сердца, каб мы помнили, каб мы были удячными, каб мы завжды ведали, что стоит за нами, и, что это все самое доброе, это, что, таки, малая частка, напомин того великого, что открылся перед нами, что нам Бог подрихтовал, вот их небеса, за что и на слух не приходило, и в око не бачило, и на роздум сердца не приходило то, что Бог подрихтовал тем, кто любит Его. Слава великому Богу, что мы сегодня можем про это свечить, вы разумеете, и я, еще без конца удерживаю нашему Господу, за то, что некому дае машимость будовать молитовные домы, ну, самое розное, любить Бог, как человек працуя руками, дальше может поделиться, мне Бог дал машимость, все-таки, у всех эти суды Божии, у всех эти подзеи, написать у книжцы, и она называется, ведь мне подобается, и повинно, и вам подобается, это думаю, не сам придумывать, почему это пришло, а тут вверху, небесный банк, небесный банк. Я скажу, что центральный оповет тут про моего тесте, Корсака Евгена Казимировича, який в другую Су-Светную войну попал на фронт, это уже в первые дни войны, был взятый у полон, их там худенько построили у колонны, погнали в некий концлагерь, и за некольки джен там не ел, шведы эти, какие там уголы, и он сослабел, упал, и немец сказал, затягнуть, кинуть в некую там, только что вырытую яму, и уже навел на его свою стрельбу, и здесь уже так, ну, как и завел, каждый человек уже там вагнулся, уже там схавался, як бы, и тут к чуе голос, погляди ему у очи, и здесь скажет, что с тем примусило мне повернуться, и поглядеть на этого немца, и он говорит, только наши сустарелись по зерке, и он не только, отвел в бок, крышить ком-ком, подозвал вот этих всех аполонных, его вытягнули, подтянули до некой берозки, до древа, и он там посадел, его занесли в лагерь, и просколько это делал, и он был великий физично, дуже человек, вот, и, ну, прошли шесть годов этого немецкого аполону, здесь вспоминал, что в сравнении с теми шестью годами, цикавая личба, правда, шесть, потом еще шесть, сталинский аполон, концлагерь там не идет, в бок Сибири там холоды страшные, тяжкая прация, он сказал, что гитлеровский аполон не завжды подавался санаторием, но что самое невероятное, самое, что перевернуло все его житие, здесь там сутриялся с братами баптыстами, уверовал, покаялся, принял водное хрещение, и уже едет до хаты, вот это наша чагунка, меняем Минск, столбцы, подъезжая, к городе, где требовалось сходить, и думает, господи, как я поустану перед большим этих людей, тут требовалось сказать, что был человек, в виде буйного, такого, норову, любил выпить, побиться, знаете, який был, так и был, и он сказал, что так требовалось всех вспомнить, попросить пробочения, зайти, и вот заходите в хату своего батья, и что вы думаете, за столом сядет тот человек, который написал на его донос, по которому тести арештовали, и он сказал так вольно, никого не боючись, не хаваючись, и он теперь мне там будет помнить, николе Атолий не верится, кости его там изгниют, и вот являются такие, были, такие бийца, как мы не читали, являются перед его вачимом, отец подходит, обдымает его, и говорит, мой ты дорогий, я к тебе, я удячный, что про тебя я сустрелся с Иисусом Христом, великий бодик, я вам скажу, кто кидается на кулеметы, кто там, как Самсон, забивая одной пашчангой тысячу человек, а вот это, уметь даровать ворогу, это так узносит, на такую неверогодную вышиню, ну и далее началось, и все, и те, и все силы своих, яких его Бог дает, вельми так, не то, что достатково шмат, любил там попрацовать, и он мог цукать сакеркою от рання до скону дня, косить мог, не стомляюще там, но и он, как працавал у верников, частей за все, ему каждый сказал, ой, брат, как мы вам удержали, мне тоже виноваты, что-то вы столько працавали, скажи, ай, трошку, дайте собою, остатник, а иди в небесный банк, слава Господу, вы видите, как Бог проюстровал, и что мне было радостно, и просто отшивал необходно написать, что, как спрацавал небесный банк в его жизни, и он прожил 88 годов, вы помните, 70, при великой эмоции, 80, и еще из небесного банка десятина, еще 8 годов, и что, ну помер, хаваем, у целую ночь, вот, как он вечером помер, целую ночь и шел в ливень, страшный ливень, таки неспынный, и шел он до обеда на супного дня, мы уже проводим служение в хате, уже опошня проповедь, все, выносим труну, только расчиняются двери, и отбывается то, что в Иерусалимском храме на вот подается не такой уже великой подеи про башь семья, на километры, там, может, метров 10, и кольки там занавес той был, так, а тут разорвалось небо просто на десятки, может, километров, вот имгненного, одно имгненного, вот труна, показывается, и мы выходим, солнце, блакитное небо, чистое, едем на могилке, хаваем, заканчивается служение, уже опошняя молитва, и глядим, на этого гурбаноча, к песку, там, вяночку пару стоит, кропелька за кропелькой, раз, начинают падать, мы вверх, и снова черная хмара, из одного и другого боку закрывая небо, все, машины, пахвались, и там, автобусы, поехали, где можно было бачить, я, кольки прожил уже, прожил я, коль я свое житие, так, аценюю, я великую, неяковатость, такую, отчуваю, перед Соломоном, и Давидом, мне уже 74, а я все еще, тапшу, гэту, грешную землю, а я не, один, Соломон, пайшел, в 60-х годах, а Давид, в 70-х, бачите, так вот, я хотел бы, как бы вы, парауновали, каждый прожитый день своего жития, каждый прожитый год своего жития, с героями Библии, колькины успели пройти, колькины молились, и так далее, я думаю, что приклады, это для нас не схованные, и зрозумелые, и, я думаю, что, много хотелось, мне что сказать сегодня, про белорусскую мову, про нашу уникальную историю, уже пару только словцев, вот, и глядеть карту Европы, один человек убачивает так, там где-то далека Испания, голова, на ней корона там, Португалия, ну, сюда и пошло уже, там кому, кому рука, пробачьте, кому нога, а центр Европы, такие краины, Каустрия, Чехия, Белоруссия, это уже, иншая, ну, потом туда, там руки, далее, в сердце, в сердце, многие бачат, именно нашу Белоруссию, и так бачил ее Господь, так он ее и бачил, потому что, одна из первых Библий в свете, другованных, заявилась, я была, одна из первых Библий в Германии, на немецком море, другая на белорусской, про нашу Карину, другая краина в свете, разумеете, сегодня первая, там Китай, другая штат, а мы, сердце Европы, и нам это слово было даденом, это было неверогоднейшее доброславение, в 16-м году, якое зовут золотым, там вспыхнуло, и промысловое, и рометство, и там и лесная, и сельская, и господарка, это была просто краина, якую на вот узлученных штатах, уже позднее, нашу конституцию, там, статут литовский, был взятый за основу, вы уявите себе, что были завершения у Бога, какие были планы, але поскольку это было обвергнуто, то на место, как у того старого, в втором заводе в Израиле, на место доброславению, непринятому, неоцененному, приходило проклятие, так и у нас, две светлые войны, та и наполеоновская, это тоже была цикавая подея, Чернобыль, отбывся два удары, у Японии, и Хиросима Мазака, третий у нас, у Чернобыля, то есть уникальнейшая история, распадается такая неверогодная держава, как Советский Союз, где документально все оформляется, у Искулях, у Белоруссии, на Брещене, и масса всяких, не хочется говорить, и мне просто хочется, мои дорогие, молиться, за нашу краину, за наш народ, что у Бога все еще планы, все еще слезы, его не даремно пролитые, а самое главное, не даремно пролитые крови за каждого белоруса, за каждого человека, который живет на этой земле, и нам сегодня дадены таких, гонор, молиться, свечить, проповедовать, тлумачить Слово Божие, давайте мы в молитве подякуем Господу, за каждого из нас, за меня одного из вас, что мы у таким чудовным становящим, так обранный Господь, маем таких гонор рухаться и жить на этой земле. Господь.